В общем, парта двух тоже известных шахматистов в черную вообще игра Грассмейсер. Она была создана в 1912 году, то есть ровно 100 лет назад, по-прочему. Зачем с двух коней. В бедах вошли Е4. Е5. Конь Ф3. Конь С6. Конь С6. Слон С4. Нет, сколько было? Конь С4. Собраны защиты двух коней, известная позиция. Здесь черные сделали конь не очень хороший, но он оправдался. Они собирали конь D4. Конь С6, D4. Конь D4. Нет, D4, не D4. Конь D4. В принципе, конь не очень хороший, потому что не рекомендуются ходить девятья фигурой, одна дырой фигурой, делали несколько ходов. Они пошли только что конем и снова пошли конем. Но, тем не менее, такой ход сделали. Но они рассчитывали на ловушку. И расчет черных оправдался сразу же. Белые обрадовались, что черные сделали пешку, сели пешку на Е5. Взяли пешку на Е5. Хотелось пешку забрать. И этот ход уже проигрывающий. Значит, здесь тоже вам полезно знать, потому что такая комбинация встречается очень часто. И черные собирали здесь с Фережи 5. Фережи 5. На это последовало, а что ли, собственно, делать? Конь висит. Конем надо куда-то ходить. ДС, кажется, конь беды в 7. Правильно. Вот. С черной надолежью 2 пешки. Ну, на это все следует. Филиппе G2 шар. Филиппе G2. На G2. Нет, на G2. Да, пешку съели. Теперь беды G2. Дальше что? У бедов что делать? У бедов что делать? Ладья под боем, а? Я, а конем какой смысл? Ну, я просто съем коня и все. Ладья под боем, значит, что нужно делать? Динадцатый ход. Ладья F1. А ладья все равно никуда не летит. Ну, по крайней мере, я решила. Нет, на Градьбе G2. Градьбе G2 с отношением с матом. На Ладья отошла. На это последовало, что здесь напрашивается... Ну, последовало... Кадрик сыграл. Нет, нет, нет. Зачем надо давать коня? Зачем шах? Кадрик вперед пойдет. Кадрик надо сыграть. ПЕРСЬ Е4. Правильно. Здесь следует Филиппе G4. Шах. Что делать? Единственный ход слон Е2. Ферзер. Ну, ферзер, тогда коня через ферзя просто. Слон Е2, и коня в 3 мат. Красиво? Слон Е2, и коня в 3 мат. Слон Е2, и коня в 3 мат. Здесь 7 ходов. Черный, белый, получите мат на 7 ходов. Вот. Вот еще одна ребятная комбинация, которая встречалась вещественной, может, в 100 раз. Даже неизвестно, кто придумал первым, но, тем не менее, это очень знаменитая комбинация. Парция, неизвестная шахматисту. Е4, Е5, коня в 3, d6, d7, d6, d6, пешка, не пешка, d7, d6. Так, это уже определило дилют, который назывался защитский видор. Теперь d4. d2, d4, нет, d2, d4, 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 конь d7, конь d7, конь d7, конь b8, d7, но d7. Вот. Ну и обычно, если однозначно определяется, куда идет конь, то говорят конь d7. А если, конечно, две возможности, допустим, с разных линий, тогда говорят конь bd7 или конь fd7, но здесь достаточно конь d7. Значит, конь d7, теперь слон c4. Вот там начинает просматриваться слабый фунт c6. Черный сыграет c6. Конь g5, конь g5, конь g5, конь g5. На куда они напали? На поле f7. На поле f7, пешка, там и сразу громко, там сразу фест, ладья. Поэтому... Черный здесь сыграет конь f7. А, нет, нет, конь g5, конь h6. Они защитили полу f7, что я говорю. Конь h6. Конь h6. Ну понятно, да? На поле северной паре оно защитено. Теперь беды сыграли а4. А4. Ну просто, чтобы там предотвратить федерю флангу. И вот здесь, здесь можно было пойти фриде f6, можно было пойти f7. Конь, а конь не субьет? Мм? Конь h7? Черный сыграет, нет, конь, под защитой слона. Ведь нельзя. Коня этого ведь нельзя, потому что он защищается. Но черный сыграл слон е7. Прогоняя коня. И вот здесь последовала знаменитая комбинация, которая встречается во многих комбинациях в позициях, как бы мы предотвратили сыграть. Значит, здесь оказывается, можно отдать слона, и черный фельд неожиданно попадает в тяжелое положение. Значит, здесь последовало слон бьет f7 в шаг. Слон бьет, взял петную f7, пешку. Ну, если черный фельд ходит, а просто следует отходящий шаг и теряется фельд. Поэтому коня слона надо брать. Кой бьет f7. Конь. Коня 6, бьет на 7. Коня 7, бьет на 7. И теперь следует что? Е6. Кой е6. Но фельд пока еще не теряется, но телевизор может чувствовать неуютно. Что делать? Отходить и на бежу. Значит, если на а5, если шаг, он играет слон б2. И на фельд б6 прогоняет фельдя, и когда он берет на б2, себе представить, последовало слон б3, и неожиданно фельд б2 будет в капкане, да? Можете почитать такой вариант, да? Фельд а5, шаг, слон b2, фельд б6, а4. Ну давайте, сыграю его. Фельд а5, шаг, слон b2, фельд б6, а5, фельд б2, слон с 3. И фельд попался. А, да, а почему он попался? А куда ходится? С этой 3. Нет, кой-нибудь, 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 с этой 3 еще раз. С этой 3. Надо хотя бы умбереть шесть, а съесть ладью. Ну, понятно, что я не говорю, что мат дается, но, по крайней мере, нельзя сказать, с ней. Компенсации же с ладью очень мало, поэтому фельд попался, а то, что дамы, может, что-то с себя раздается, да? А может, это саблеты? Поэтому черные сыграли? Б6. Сразу черные сыграли фельд б6, на это последовало тоже а5. Черный фельд куда-то пытается убежать. Б4, шаг. С3, да, он вверх сыграли С3. Распешка защищена. А вот, куда ходил ходить? С4. Ну, сыгрался, да. Проседание за большой шаг, и опять христилия С4. Черный фельд, я беру С4. На это последовало, то есть, если я шаг. Торады 8. И что теперь? Ну, а теперь просто Б3 сыграли. И фельд попался, видите, в центре доски. Ну, смешная, да? Смешная позиция. Фельд, у нас с 4, в центре сау, нет ни одного хода. А кое защищено конем. Куда, какой шаг? Да, как будто какая-то дукова не стоит в фельд. Ну, понятно, что некуда христилия потери. То есть, черный ассарь, без снятия. Это такая интересная комбинация, когда жертвуется слон, но прорывается конь, который ограничивает, много болей держит, и у фельдя, оказывается, нет. Таких примеров очень много разных, когда вот эта комбинация. Е4, Е5, КНФ3, КНС6, 3КНС6, СОНСЕ4, КНФ6, Д4. Это, кстати, тоже защитник двух амель. КНФ3, КНФ4, 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 КНФ4. КНФ3, КНФ4, КНФ4. 0-0, короткая коробка. Пока беда пешка отдали, но она отыграется в Д6. Д6, Д7 Д6. КОНФ4, КНФ4. Слон Е7, но пока более-менее нормальный, никакой группы хорошо металл идет. Слон Е7 и Слон Е7. Конь С3. Конь С3. Нет, нет, конь С3. Конь С3. 0, 0. Аш-3. Аш-3. Ладей Е8. Ладей Е1. Ну, такая позиция, ну, у белых немножечко лучше, но, вот, еще, например, равная. И здесь черные сыграли Конь Д7. Конь Д7. Конь Д7. Вот. И они, как бы, теряли контроль над полями Е6 и Е7. Там все-таки Слон, и поле Е6 держало, и поле Е7 было прикрыто. И вот здесь следует, так же самый комбинация, значит, что напрашивается? Ну, вот это просто отдается слона, коня. Я заберу коня, заберу коня, заберу, и на основе Е6 шаг, выйду королем в угол. Вряд ли, чтобы нас просто выйдет без фигуры. Значит, у кого еще есть предложение? Д7. Д7. Вот, здесь совершенно блестящая комбинация, на ровном месте, конечно, ее полезно, такую комбинацию. Опыты, конечно, находят, но полезно просто познакомиться с такими комбинациями. Ну, если не бить, то просто я беру ноги, и можно сдаваться. Вот, поэтому последовало король беды 7, но кажется, что ничего страшного, отдали коня, слона, а не веса, это что. Единственное, что это еще один вихтерчик ходит. Какой? А, F3. Как? F3, фигурное зрение. А король беда, так, F3, тогда последовало слово в 6. Ну, пожалуйста. И ничего не страшного. Просто оставим, беда оставляет без фигуры. Потом? Нет, здесь сильный блестящий ход, но Е6. Правда красиво? Да. Просто отдали одну фигурю белую, отдали это следующую. Причем сразу просто ставят тронбой. Ну, бить надо, потому что через это некуда деться. Да, и тогда следует, что? Да, и тогда следует, что? Да, и тогда следует, что? Да. Да, и 4. Нет, нет, тогда F3, D5, шат, целую пастую. F3, D5, шат. Единственный ход, король беда 6. И F5, вот. Ну, неплохо, да? То есть отдали слона, отдали коня и замутовали. Безу фигуры. Вот что значит оставление этих государственных полей. Это, конечно, похоже на предыдущие, где мы там жертвовали слона, помните, и коня. Но там напрашивалось. Словно, это из 7 отдали слона, и коня же стояла даже 5, и напрашивалось, что он нападает на ферзя. А здесь конь жертвует с собой, не просто так. А он, когда отдали слона, он еще взял и не ставил подволь. Там он не подволь вставал, а просто прогонял ферзя. А здесь он просто ставил подволь. Красиво, да? Вы видите, комбинация совершенно фундаментическая. Но самое приключательное, что она встречалась, ну, кажется, что... Ну, какой смысл этой полиции отличается? Вот эта партия, которую вы сейчас увидите, она встречалась на практике сильных мальчистов еще 36 раз. 4, C5, C5. Это какой дебют? Это название дебюта. Это у нас уже ситерянская защита. Е4, C5 определяет собой дебют, который называется ситерянская защита. Е4, C5, конь Ф3, конь С6, Д4, СД, СД, не, Д4, СД, черный дарь, пешка Д4, пешка. Конь Ф3, конь Ф3, черный дарь, пешка Д4, конь Ф6, не, не конь Ф6, а черный дарь, давай. Конь С3, черный напарь на пешку, черный дарь, ситерянская защита, конь СД, G6, G6, G5, G6. Слон Е3, сон Е3, нет, другой сон, сон Е3. А для подъезда, чтобы все видели, это вообще, как называемая ситерянская защита, вариант дракона. Слон Е3, здесь последовало сон Ж7, сон С4, сон С4, сон С4, 0-0, 0-0. Беды отступили слоном на Б3, слон Б3, нет, на Б3. Здесь черные сыграли, черным надо было сыграть Д6, и была примерно равная позиция, но игровая, еще вся игра была впереди. А черные, тем не менее, решили этого опасного слона, заходного, изменять. И сыграли, пони опять. Значит, пытайтесь внимательно пойти к немножко позиции. Вот такая позиция, значит, один неточный ход. Во-первых, черные стали вразить, и у них, видите, здесь бьет все фигуры в центре. Учебных, они, конец С6 перевели на край доски, что сама по себе не очень хороша. Ну, у них была идея, разумеется, слона, но не тут-то было. Как КБУ и сыграли, поняк 5, последовало Е5. Е5. И поняк, сыграл на Е8. Ну, другого отступления нет, здесь он теряется тоже, поняк 8. Здесь, конечно, можно было бы видеть на Б3, на Донстроне очень хорошую, без фигуры оставались белые и черные. И вот здесь, чтобы это С7, что? Вот здесь, С7. Вот. И теперь, и вот здесь они как раздались. Почему? Потому что, если вы, король берет в угол, или вы берете фигуру, на любой ход, С7, С6, Д5. Например? Ладьёй фигур. Ну, если, а? Если ладьёй слона. Если ладьёй, то просто КОН Е6. Некогда не свердём. Ладьёй, КОН Е6, и вы не можете бить, потому что С7 так теряется. А с этого поля нет, а с этого поля нет. Вот, поэтому, если вы королёв берёте, скажите, что король был точнее, тогда всё равно КОН Е6. А если король возьмёт? Вот как король, да, да, такого ничего нет, не забьёт. Король уберёт, ферзь Д5 в шаг. Ферзь Д5 в шаг. Король в пять. Ж4 в шаг. Ферзь Д5 в шаг. Ферзь Д5 в шаг. Феррь Ф4. Феррь Ж4 в ма. Ну, это, конечно, гражданский посчитал. Феррь Ж4 в ма. Феррь Ж4 в ма. Гражданский, конечно, посчитал, и поэтому удался. Но можно было, конечно, в этой позиции находить КОН Е6. Вот, это было, значит, феррь Ж4 стоит, да? Того модели. Значит, вот в этой позиции до встречал значительно множество раз. И самое интересное, что... В том числе партии Фишера и Горишевского. В этом году в Нью-Йорке. Юный Фишер, он был тогда 5 лет, он был гроссвейстером. Он был самым молодым гроссвейстером. И сейчас уже в 13-е становятся гроссвейстерами. Коррекин даже стал в 12-м гроссвейстером. Но Феррь Ж4, и он был за своего вечного соперника, знаменитого американского гроссвейстера, сыновей этого Фершевского. Ну, Решевского он выиграл. Таким образом... Но Решевский, конечно, никогда сдавался. Поэтому он здесь взял там пешки, коня, и отдал Феррзя. Я делал просто двумя фигурами, он сопротивлялся, потом, и сдался. Но сам факт, что Роберт Упинация очень эффектная. 100 метров 7 шаг, 2-й метров 7, и в коне Е6. Опять-таки, жертвы слона, потом пожертвы коня. И... Такая полиция. Идерик. Тоже стоянный, когда сидит, все пять. Конь Ф3, конь Ф3, Б6, Б6, Д4, СД, конь Б4, слон Б7, конь С3, А6, слон С4, Б5. Слона Б3. Черная карта, я могу пешку расковывать, Б4. Бедная жертва пешка, но весь карта, король черный совсем полкоразвитый, белый блок кончается. Он взял на Е4. Слово взял на Е4. Слово взял на Е4. Последовало будет 5. Еще одну пешку, да, я черная. Надежа 1, солнце 6. Кажется, что у тебя эти пешки, ничего за это не было. Но вот здесь последовало уже знакомый вам сюжет. Слово это семь шаг, сломо это семь шаг, любить надо, делать нечего, теперь последует блестящий ход, ладья бьет же семь шаг, черные еще и ладью жертвуют, правильно-правильно ладью жертвуют. А, потом черные бьют, как говорится, а король-то голый, что теперь делать, если вы бьете королем, то просто на больший шаг и вы даете коня, ну сначала надо проверить, ну так я могу и... Сразу две, шесть, а на третьей шесть надо ходить. Король-то не остановлен, а король-то просто ходит шесть. На самом деле, на третьей шесть кажется, что спасает, нет, на этой взятии спасает, кажется, что только хозь. И так за что? Первый шаг и шаг? Первый шаг Король в восемь А уже куда ходить? А то пособие на них Назад в бой А когда ходит, ходит еще и шаг Снимать и снимать И все Война и шаг Ну, типа, углубь А потом будет Просто... Ну, Мак, и шердиспеть сам простой И шердиспеть еще проще Ходит вот он А, ну да, сам И дай спеть Да, и все Ну, да